Участие в работе международного форума «Большой Урал-2018» наша страна приняла впервые. К презентации туристического потенциала Абхазии и диалогу с многочисленными представителями российских регионов, а также экспертами и чиновниками в сфере туризма из 13 стран мира, абхазская делегация подготовилась заранее. Имиджевые ролики с презентациями самых красивых мест Абхазии, гостевых комплексов и туристических маршрутов были показаны в ходе работы форума. И увиденное заинтересовало многочисленных экспертов и представителей турфирм. Это очень ответственно и волнительно представлять республику за пределами республики и рассказать о ней, чтобы люди приехали и увидели нас действительно такими, какие мы есть, со всей природой, буйством, красок, морем и горами. Несмотря на то, что наша республика в целом популярна у российского туриста, не во всех регионах России наша страна востребована. Например, на Урале мало знают об Абхазии, отметила президент Абхазского союза туризма Анна Калягина. И основная причина этому – недостаток информации и рекламы о республике. И то, что мы сейчас поехали и представили страну, и ее показали, мы представили ролик, презентации. Я очень много общалась с агентами, с туристическими фирмами в Екатеринбурге. И мы рассказывали про то, какие у нас есть достопримечательности, экскурсионные маршруты, куда люди могут поехать. Также рассказывали про отели, какого уровня отели, какие есть различные предложения у нас, гостиницы, частные гостиницы, отели большие, крупные, со своей инфраструктурой. В итоге, как рассказал заместитель министра по туризму Астам Рахба, Абхазия привлекла внимание федеральных экспертов в области туризма. Ожидается ряд визитов в нашу страну, а затем, возможно, заключение меморандумов о сотрудничестве в турсфере. Во-первых, мы приглашаем туристов. Помимо туристов, мы приглашаем сюда к нам экспертов. И при этом мы также хотим пригласить инвесторов. То есть наша задача сегодня, это на таких площадках искать инвесторов, экспертов, друзей, коллег. Сегодня у нас уже за эти последние 34 года, то, что мы посещаем, может, не выставляем какие-то там, то есть не организуем какие-то стенды, но посещая, обмениваясь визитками, приглашая их, когда мы должны понимать, что они в Сочи все бывают. В преддверии туристского сезона Астам Рахба также прокомментировал вопрос работы государственной границы Абхазии во время чемпионата мира по футболу, ряд игр которого пройдет на стадионах Сочи. Есть указ президента Российской Федерации об особенности применения и усиления мер безопасности в период проведения чемпионата мира. Указ был подписан 9 мая 2016 году. И здесь есть постановление также. В этом указе написано, какие мероприятия будут осуществляться, которые усилят меры безопасности. Также хочу сказать, на сегодняшнее время мы ведем переговоры с Министерством Краснодарского края по туризму, также с муниципалитетами, откуда мы в летнее время возим в нашу республику эксурсантов. Там мы более обширную информацию получим, конечно, будем предоставлять. Сегодня задача установить ГЛОНАСС в автобусы, для того, чтобы они могли получать разрешение на перемещение в проведение чемпионата мира, то есть в летнее время, в юне месяце. До официального старта туристского сезона в Абхазии 5 дней. По словам замминистра Астам Рахба, 80% всех гостиничных комплексов страны готовы к приему гостей.